Здравствуйте, дорогие друзья! Образ лошади часто встречается во многих видах творчества, начиная с древних времен. Мифы и сказки о существах сверхъестественной природы, лошадях или подобных им, обладающих уникальными способностями и характеристиками, есть практически у всех народов мира. Ведь лошадь на протяжении долгих лет пленила своей красотой, грацией и мощью, ее наделяли божественными, а иногда и дьявольскими качествами, восторгались и страстно желали покорить. Предлагаем прослушать и посмотреть на самых известных из них. Единорог является одним из самых ароматизированных образов и в различных культурах имеет различные названия, внешний вид и атрибуты. Одним из самых популярных воплощений единорога в современной западной культуре является белый конь с длинным, часто золотым рогом, растущим из лба. В восточной культуре единорога изображают как нечто среднее между лошадью и козой с конечностями парнокопытного и козлиной породой. Рогу единорога приписывали различные волшебные качества, например, возможность исцелять больных и раненых и даже воскрешать мертвых. На некоторых изображениях рог белый у корня, черный посередине и с красным острием. В одной средневековой сказке говорится о единороге, который опустил свой рог в отравленную воду, тем самым очистив ее и дав животным напиться. Вероятно, отсюда произошла традиция, благородных и королевских семей пить из сосудов в виде рога единорога, тем самым оберегая себя от опасности отравления. Еще одной широко известной мифологической фигурой был крылатый конь Пегас, потомок Посейдона и Медузы. О том, как Пегас появился на свет, рассказывают две различные легенды. Одна из них говорит о том, что этот конь выскочил из тела Медузы в тот момент, когда Персей отрубил ей голову. Вторая говорит, что Пегас появился из упавшей на землю крови Медузы. Одна из легенд рассказывает о Беллерофонте, который при помощи золотой узды, подаренной ему богиней Афиной, сумел укротить крылатого Пегаса. С помощью Пегаса Беллерофонт совершил множество великих подвигов, в том числе избавил жителей Лекии от чудовищной Химеры. Окрыленный своими победами, герой захотел воспарить до самого Олимпа и стать равным олимпийским богам. Боги были разгневаны и наслали безумие на Пегаса, сбросившего своего хозяина на землю. По легенде, после падения на землю Беллерофонт ослеп, охромел и бродил по свету, надеясь на возвращение своего коня. Кентавры являются очень популярными мифологическими персонажами. От головы до бедер они имеют тело человека, а остальная часть – конь. Древние народы считали кентавров светлыми и добрыми существами, творящими добро. Исключением из этого стала греческая легенда, рассказывающая о нескольких кентаврах, которых пригласили на пир, где они перебрали вина и учинили битву, в результате которой погибло множество кентавров. Самым известным кентавром был Херон, который получил образование у Аполлона и Артемиды и был прекрасным охотником, скотоводом, целителем и прорицателем. По легенде, Херон стал учителем Великого Война Ахилла. Этот кентавр пользовался таким уважением у богов, что после смерти Зевс взял его на небо и превратил в созвездие Стрельца. Поседон – бог лошадей. Поседон, у римлян Нептун, был одним из самых могущественных богов. Он был владетелем моря, а также богом землетрясений и лошадей. Он покоровительствовал конному спорту, и у него были лошади с золотыми копытами игривой, которые были заряжены в его морскую карету, причем волны перед ней распутупались, давая дорогу морскому богу. По одной легенде, Поседон и богиня Афина решили основать город и решили, что тот, кто преподнесет смертным наиболее ценный дар и получит этот город. Поседон подарил людям коня, а Афина – Аливу. Решили, что Алива была более полезна для людей, поэтому город получил название Афины, и ему покровительствовала эта богиня. По другой легенде, Поседон даровал Пелею в качестве свадебного подарка двух бессмертных коней – Ксантоса и Балиоса. Этих лошадей Ахилл впрягал в свою колесницу, когда участвовал в Троянской войне. Когда Ахилл обвинил своих коней в том, что они не уберегли его друга Патрокла, Ксантос ответил, что на то была воля богов, и скоро эта же участь ожидает и самого Ахилла. Боги прогневались за это пророчество на коня, и с помощью богини мести Эрини наслали на него нематум. Кельпи. Согласно шотландским преданиям, кельпи – водные духи, меняющие форму и чаще всего принимающие форму вороной лошади. Как известно, эти прекрасные лошади имеют темную сторону, заманив к себе на спину ничего не подозревающих людей, они топят их в водоеме. Троянский конь был огромным полым деревянным конем, который помог грекам завоевать Трою. Троянский принц Парис полюбил красавицу Елену, жену грека Менелая, похитил ее и увез в свое царство. В отместку Менелай собрал огромное греческое войско и приступил к осаде Трои, которая длилась десять лет. Наконец, хитроумному Одиссею пришла в голову мысль о том, как перехитрить троянцев. Он предложил изготовить огромного деревянного коня и забраться во внутргреческому войску, перед этим сделав вид, что оно отбыло на родину, а оставленный конь – дар богам. Троянцы поверили, открыли ворота и затащили в город коня. Греки выбрались из него и захватили город. С тех пор выражение «троянский конь» является нарицательным названием, что означает «хитрость-уловка». Валькирии. Существует множество различных легенд по всему миру о лошадях. Одна из них относится к северной мифологии и рассказывает о валькириях, неукротимых воительницах, посланницах великого Одина. Когда они быстро скакали голубом, из их доспехов вылетали яркие искры и попадали прямо на небо. Так возникла северная полярная звезда. Один был одним из главных богов норвежской мифологии. Он создал солнце и луну, был богом войны, поэзии, мудрости и смерти. Ему принадлежал Слейпнир, его любимый восьминогий конь, который умел скакать не только по земле, но и по воздуху. Кони сравнивались быстрокрылыми птицами, воплощением всего динамического, буйного, неспокойного и вместе с тем мудрого. Природная мощь коня трудноукротима, поддается только сильному и уверенному седоку. Узмерить дикого коня на метафорическом языке означает приручить саму природу, заставить отдать часть своих безграничных возможностей. Спасибо за внимание!